МАРТОВСКИЙ ТЕРАКТ В марте 2024 года стало известно о 16 нападениях на почве национальной ненависти. Среди пострадавших были уроженцы Кавказа и Центральной Азии. Агрессию к людям неславянской внешности Кремль оправдывает как месть за теракт. Но такое отношение к инородцам в России наблюдается уже многие годы, а шовинистические и ксенофобские взгляды продвигаются на высшем уровне государственной власти. На протяжении многих лет Владимир Путин заявлял о дружбе народов, живущих в одной стране. Так почему же ксенофобия сегодня становится причиной насилия и массовых гонений в России? И стоит ли ждать там новой волны межнациональных войн? В 2000-х российские города были весьма опасным местом для лиц неславянской внешности. А после прихода к власти Путина террор со стороны правых радикалов только усилился. Более того, расизм, этническую дискриминацию и антисемитизм стали катализировать и поощрять. Известный призыв российского диктатора «мочить в сортире» был воспринят обществом как зеленый свет для нарушения законов. Начиная с 99-го, после взрывов домов, уровень ксенофобии и агрессии к народам Кавказа стабильно высок. Нельзя говорить о том, что ксенофобия возникла в российском обществе с нуля. Нет, она была, она является традицией, которая перешла от советской власти и, вероятно, еще с более ранних времен. В период независимой России ксенофобия получила новую подпитку. В нулевые проходили так называемые «русские марши» – ежегодное шествие неонацистских организаций. Это были самые масштабные акции, только в Москве они собирали десятки тысяч участников. «Русский фронт! Русский фронт над Кремлем!» Группировки скинхедов преследовали и жестоко избивали представителей этнических меньшинств. На почве национальной или расовой ненависти в 2005 году как минимум 28 человек были убиты, и еще тысячи подверглись насилию. В 2006-м международные правозащитные организации заявляли, что расизм в России вышел из-под контроля. Пришли на «Русский марш» показать, что русские люди есть, и что нас не запретить, что никому не сломить волю русского человека. И что все-таки, как-никак мы добьемся справедливости, что кавказское население отсюда свалит. Когда русские марши стали приобретать какой-то такой серьезный размах, поначалу, если его администрация прямо с ними заигрывала, им потворствовала из Потопского, то есть общий враг объединяет, как говорится, Запад, либералы. Поначалу поэтому им потворствовали, помогали, но потом они вошли в противоречие, и русские марши, русских националистов стали добить. Самым правильным, самым настоящим националистом и самым эффективным являюсь я. Российский режим исходил из того, что любой радикализм опасен. Левый, правый, демократический, тоталитарный. Российское государство пыталось сохранить только за собой право на насилие. Поэтому лидеров, группировок, которые позволяли себе насилие, изымали из политической жизни, изымали через длительные сроки заключения. Риторика власти изменилась после 2014 года и начала войны против Украины. Главным врагом для России Путин определил украинский национализм, что, очевидно, входило в противоречие с нацистским разгулом в самой Федерации. Диссонанс между пропагандой и российской реальностью был бы слишком очевиден. Именно тогда начала формироваться идеология, ставшая государственной. Официальный российский национализм воплотился в идею русского мира. Национализм никуда не делался из российской действительности. Он переформатировался в такое глубокое народное чувство, у которого нет лидеров протеста. И они используют методику, если нельзя искоренить, то нужно возглавить. Вот это происходит с российским национализмом. В 2015-м в Петербурге состоялся скандальный международный консервативный форум, на котором собрались не только российские националисты и имперцы, но и представители неонацистских и ультраправых партий Европы. И это в то время, когда Россия уже вела войну с воображаемым украинским нацизмом. Участники события в унисон повторяли тезисы Кремля о неких нацистах в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, поддерживая действия Путина на Донбассе и в Крыму. Путин проповедует, так сказать, имперский национализм, если можно так выразиться. Да не этнический, не узкий этнический, а имперский. То есть, дескать, мы все русские, да, и татары тоже русские на самом деле, и башкиры русские, и якуты русские. Ну, то есть, они довели этот путинский, так сказать, имперский национализм до отсорда и пытаются сшить вот этот национализм узкоэтнический с имперским. Это несовместимые вещи, но вот они пытаются это сделать. Пафосные заявления Путина о многонациональной России, а также гарантии равенства всех ее граждан, записанной в Конституции, лишь декорация, за которой скрывается имперское лицо Кремля. Численность неэтнических россиян в стране составляет около 20% населения, то есть более 29 миллионов человек. Несмотря на это, государство всячески пытается подчеркнуть их второсортность и унизить их культуру. К примеру, в 2018 году Госдума приняла поправки к закону об образовании. Согласно им, изучение языка коренных народов стало необязательным. Таким образом, детям в национальных республиках навязывается русский язык. Роль русского языка в такой многоликой, многонациональной, красивой стране, как Россия, еще и в том, чтобы создавать единую российскую нацию. То, что происходит, это геноцид. И геноцид против украинцев, и геноцид против народов, которые проживают на территории Российской Федерации. Им запрещают говорить на их языке, им запрещают быть теми, кому не хотят. Даже в Конституции 1920 года, которую переписывали под Путина, записали многонациональный русский народ. То есть, как это может быть, многонациональный русский народ? Но при этом запретили иметь школы и все остальное. То есть, налицо просто-напросто попытка уничтожить наши народы. Столетиями они это делали, а сейчас они перешли просто напрямую к этноциду. Практически система погружает страну в архаику постоянно. И вот древние архаичные слои сознания, для которых характерно противопоставление свой-чужой, ищи и нетолерантные отношения к чужому, враждебные отношения к чужому, презрения по отношению к чужому, они постоянно, так сказать, воспроизводятся пропагандой. Уровень ксенофобии в России по-прежнему высок. По данным ОБСЕ, в 2020 году на территории РФ зарегистрировали 833 преступления на почве ненависти. В их число входят те, что связаны с расизмом, религиями, инвалидностью, гендером и ЛГБТ. Я ехал с моим племянником в метро. В вагон вошел мужчина. Он спросил, таджики ли мы? Я сказал, да. Затем он внезапно выстрелил. Сначала в меня, затем в моего племянника. Я хотел защитить племянника, и поэтому он попал мне в голову. Не приязнь к чужому – эффективный инструмент для населения РФ, живущего в бедности. Ведь винить в проблемах легче тех, до кого проще дотянуться – беззащитных и отличающихся. Поводом для нападения или оскорбления может стать любая визуальная непохожесть. Но если диаспора – это люди, которые приходят в правоохранительные органы, пытаются коррумпировать для получения гражданства хитрым путем, для того, чтобы своих, то это должно быть отягощающе. Тогда это уже не диаспора, а это уже этническая преступная группировка. Вот эта вот ксенофобия, мигрантофобия, она подспудно присутствует во всем, на самом деле. То есть это обязательно должен быть некий внешний враг, который все вот не дает жить бедной российской империи. И поэтому поиск внутренних и внешних врагов является такой, ну, внутренней частью этого пространства, бытия этого пространства. Ну, они занимают наши рабочие места. Ну, здесь много нерусских, и армянин, и азиападжан. Считаешь, всем здесь делать нечего. Согласно исследованию 2019 года, каждый второй россиянин одобряет лозунг «Россия для русских» и испытывает вражду к чужим. Россия для русских, Москва для москвичей. В 2023 году специалисты Центра Сова регулярно фиксировали поджоги автомобилей, нападения на торговые ларьки, чьи хозяева – представители народов Кавказа или Средней Азии. И все эти разговоры путинской власти о многонациональном народе, они впустую, потому что тот уровень шовинизма, который есть, вот я, как представитель нерусского народа, татарского, это могу вам декларировать и ответственно заявлять. То есть запрет языков, закрытие мечетей, оскорбление по национальному принципу и так далее, квотирование в различные структуры власти или какие-то там учреждения образования. Все это является частью политики Владимира Путина. 22 марта в российском ТЦ «Крокус Сити Холл» в результате атаки погибло около полутора сотни человек. Еще более 500 получили ранения. Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». После этого в соцсетях появилось множество сообщений об уличных нападениях на людей неславянской внешности. Причем преследования были и со стороны силовых структур. Сцены с пытками предполагаемых исполнителей теракта облетели множество российских телеграм-каналов и были хвалебно восприняты аудиторией. Им нужно этот страх сейчас каким-то образом канализировать и продемонстрировать, что мы с народом на самом деле, что мы единственные защитники их. А вот эти вот понаехавшие, это они есть зло. Вот Украина зло, вот эти вот зло, там внутри те, кто не согласен с нарративами русского мира, там либералы, вот это вот все зло. Соответственно, вот эту вот бытовую ксенофобию власти не то что остановить не могут, они ее поддерживают. Проверки полиции, проверки Следственного комитета, проверки миграционной службы. Но все кинулись искать террористов, экстремистов или кого-то еще. В результате под ударом оказались люди, которые и так имеют очень низкий правовой статус. Война против Украины и преследование представителей других народностей – это результат имперского мировоззрения россиян, формировавшегося десятилетиями. Сегодня Кремль насильно гонит коренные народы и мигрантов на войну с так называемыми украинскими националистами. Сейчас попытаются использовать этот теракт, совершенный и организованный, бесспорно, ФСБ России, для того, чтобы этих мигрантов загнать на войну. Им будет предложен общественный контракт. Ребята, мы не будем вас кошмарить, мы не будем вас преследовать, мы не будем находить у вас наркотики, экстремистскую литературу и оружие, но вы должны пойти на войну, не просто пойти. Мы даем вам определенные льготы, преференции, паспорт гражданина, деньги и так далее и тому подобное. Почему? Это же огромная многомиллионная масса. Потому что в России нету, в реальности нету полноценных людей, которые готовы идти. Вы и сами видите о том, что в основном это дегенераты, которые попадают в плен, действительно маргиналы уже, алкаши, наркоманы, зэки, сейчас даже зэков нету. Поэтому решили сделать ставку на этих мигрантов. В рамках частичной мобилизации Кремль пополняет армию представителями нацменьшинств из депрессивных регионов Дальнего Востока, Северного Кавказа, Бурятии, Хакасии, вымывая коренные народы. Война России против Украины стала эффективным инструментом Кремля для фактического уничтожения национальных меньшинств в России. И с каждым годом это проявляется все яснее. Сейчас в Башкирии полгода назад проснуло там, значит, тоже в значительной степени этнический конфликт. Башкиры в акции не понимают, почему мы должны идти проливать кровь на войне, где русские разбираются с украинцами. У нас нет претензий к украинцам. Это ваша война, что вы заставляете нас там гибнуть? Вот это ощущение там, оно на самом деле зреет во всех этих народах. Сегодня ксенофобия для Российской Федерации является одним из самых главных вызовов российскому политическому режиму. Власть пытается регулировать эту проблему, то есть подавлять буквально в зародыше любые попытки каких-то массовых действий на этнической основе. Но это очень опасная игра. Еще ни одному политическому режиму не удавалось, не используя массовые репрессии, удержать эту ситуацию под контролем. Можно, конечно, бесконечно накручивать, накручивать эту истерию, навязывать идеологию русского мира, но тут же в обратку ты получаешь то, что люди, которые этому противостоят, они тоже радикализуются. Есть кавказцы, есть представители северных народов. Павловских народов, которые не просто устали, просто обрыгло вот это вот все. Огромное количество представителей народов, они не согласны с тем, что происходит. Да, они пока не могут выражать это громко, публично, демонстративно, жестко и резко, но до поры до времени. Вот теперь-то неизбежно, потому что как только путинская система будет слабеть, она уже слабеет, и этот теракт продемонстрировал, показал ее несостоятельность, ее слабость, то дальше больше понакатаны. И благо, что люди это начинают понимать. И как только, как я уже говорю, вот эта вот точка достигнет своей кульминации, путинской системы, сразу эту систему начнет разрывать изнутри. Спустя четверть века становится совершенно очевидно, что у Путина не было цели создавать свободное государство, основанное на равноправии. История России – это захватнические войны и порабощение целых народов. Агрессия против Украины, ассимиляция коренного населения и преследование чужаков в российском обществе – симптомы имперского заболевания, которое рано или поздно уничтожит саму Россию. Продолжение следует...